...руководитель Санкт-Петербургского института мозга. Почему она так говорит? Потому что на самом деле мысль никогда не является, которая вот пришла к нам в сознание, она не обеспечивает нам ни поведения, ни результата. На 96% поведение любого из нас является результатом внутренних программ, программ бессознательного. И для того, чтобы мысль, в общем-то, каким-то образом, вот она давала результат, нам нужно, чтобы эта информация, желание было опущено на подсознательный или на бессознательный уровень. И оттуда было активным. Я сейчас начинаю говорить и рассказывать вам о технологии, потому что теоретической базой является открытие 1996 года. Современные исследователи, собственно говоря, постурировали факты. Человеческий мозг, принципы его работы, проще всего описать в компьютерной модели. Что это значит? А это значит, что вот вы пришли в магазин, вы купили компьютер, да, вы купили железо. И нам, между прочим, вот мозг это и есть железо. Нам досталось классное железо. Когда вы покупаете компьютер, там у него может быть маленький объем памяти, там 20 гигабайт, 200 гигабайт, он уже более мощный. А что делать, если не хватает вот этой памяти компьютерной? Вы что делаете? Обновляете компьютер и так далее. Так вот представьте себе, нам всем достался уникальный компьютер. Человеческий мозг это уникальный компьютер по своим устроениям. Потому что у него такой ресурс, который вообще не надо обновлять. Мы даже на одну соту процента не используем ресурс человеческого мозга. Представляете себе, какой колоссальный, огромный объем возможностей нам достался уникальный компьютер. Вы купили компьютер, дальше что? А дальше вам нужно купить программное обеспечение, да? То есть в компьютер нужно поставить программу. И бухгалтер туда поставит программу 1С бухгалтерскую, правильно? А молодой человек, которому нравится сидеть в игры, играться, он туда впихнет стрелялки, моргалки, убивалки. А кто-то поставит программу диагностическую для того, чтобы здоровье отслеживать. В компьютер, в программу. Так вот сам компьютер и программное обеспечение это разные вещи. Ловили? Так вот, если говорить, вот этот мозг, умный ящик, мозг сам по себе, это компьютер. А программы внутри нас, это и есть наша с вами психика. И здесь есть все программное обеспечение, делится как бы так на базовые программы, да? Это программы бессознательного, генетические программы. А есть программы сознания. Так вот, представьте себе, у вас есть мысль. Это все равно, что вам дали классную новую программу, она у вас записана на диске. И вот вы носитесь, двигаетесь с этой программой вокруг компьютера. Классная, замечательная программа. Но что? Она не, ну как бы не встроена в компьютер. Компьютер с ней не работает. Нужно эту программу что делать? Поставить на компьютер и запустить. Правильно? Так вот, эта мысль, это как программа, которая вот здесь на диске, она никоим образом не запущена. Что надо с ней сделать? Во-первых, для того, чтобы запустить эту мысль, эта мысль должна быть записана в такой форме, в которой информацию понимает компьютер. А наше бессознательное, оно имеет свою структуру. И оказывается, что просто, когда мы чего-то хотим, эта информация даже не понимается вот этой внутренней природой человека. Только записав определенным образом, структурировав свое желание, записав его в форме цели, эта информация становится доступной для подсознания. Таким образом, мы с вами что будем делать? Когда я говорю, мы прописываем программу. Не бойтесь этого слова, потому что программа, вас никто не будет кодировать, гипнотизировать, когда нам какие-то программы пишут. Программа это только термин, который используется в компьютерной модели. И все. Тем самым, давая понять, что не каждое желание человека активно и реализуется. Нужно научиться свои желания делать структурными целями, так, чтобы его внутренняя часть вашего бессознательного понимала. Значит, первый этап, мы будем писать программу, мы будем наше желание писать в форме цели, и тогда уже мы будем включать такая вещь здесь, как внутренняя мотивация или желание. Хлопните в ладоши, у кого было желание поехать на этот семинар? Классно. А хлопните в ладоши, кто приглашал на этот семинар людей, а они не поехали. Ну, приедите домой, задайте вопрос, чего? Они вам тысячу причин напишут. А на самом деле причина одна. Ее еще говорил, знаете, вот очень в фильме Дюймовочки, там был замечательный зеленый жаб, который говорил, неохота, не есть неохота, не пить неохота, ничего неохота. Это называется отсутствие мотивации. Понимаете? Так вот, второй уровень, на котором включается программа формирования событий, это эмоционально-чувственный уровень. Вот здесь мы будем активизировать нашу внутреннюю мотивацию, определенным образом ее включать. Что такое внутренняя мотивация? Это сила желания, это внутренняя энергия, это активность и готовность двигаться. А третий уровень, это реальность. Вот на уровне реальности, извините, сколько бы вы не хотели что-то, но нужно будет взять лопату и поехать скопать огород, если вы хотите посадить картошку. Вот почему третий шаг, это будет система действий. Я не хочу сказать вам, обещать вам бесплатного сыра и халяву. Халявы нет, как таковой, всегда есть вклад. Но смотрите, как хитрым образом организован человек. Вот этот план мыслей, эмоций и чувства, это план внутри нас, внутри личности. А реальность, это вот, извините, сейчас подошла, потрогала, это контакт с реальностью, да. Есть две четкие вещи, это принадлежит мне, а есть реальный мир. И по закону Паретта, та технология, с которой мы будем сейчас работать, она позволяет сделать вот что. Вы знаете, что у ЖИТИ два шарафы. Знаете, когда-то тему давала во Львове, они мне очень быстренько по этому поводу рассказали за весовку. Приходит один молодой человек к другому, говорит, к более старшему, говорит, ты, Вайс, хочешь женыться? Извините, но без украинской мовенька. Он говорит, слушай, Петрусь, а шо женыться? Вот, ты знаешь, одно, что женыться, а что до войсковых, до армії. Тогда, когда женыться, это уже Юшконец, это уже конец. А вот тогда, когда до войсковых, так вот ты идешь до войсковых, тогда два шарфы. Ты можешь пойти в ортилею, або в пехоту. Ну, правда, тогда, когда ортилею, это уже Юшконец. А тогда, когда до пехоти. Так, тогда, когда педа пехоти, Петрусь. Ну, тогда снова два шарфы. Ты можешь загибать або у поля, або улиц. Правда, когда в поле это уже школьник, а тогда, когда в лесу, тогда два шляха, ты можешь расти по дереву или траву, то правда, когда траву это уже школьник. А тогда, когда дерево, тогда снова два шляги, тогда могут сделать дрова, а вот улетний папир, то правда, когда дрова это уже школьник. А вот когда улетний папир, тогда снова два шляги, тогда могут попасть до одного места или другого. Так вот, то дикого до одного, все же и школьниц, а то дикого до другого. Так а то дикого до друга, что ж ты сама шажанница. И историю, которую они мне тут рассказали, они сказали, вообще-то, Ира, они четко сказали, мы не понимаем того, что ты вот здесь нарисовалась, и столько один путь. Потому что первый путь, который я вам показала, смотрите, величайший закон, по которому живет человек, это 20 и 80. И некоторые люди живут так, они на 20% прикладывают усилия в своей жизни, для того, чтобы у них что-то произошло, совершилось вот на этом уровне, на личностном, да? Они там выясняют, готовят, продумают, понимаете, они там на 20%. И тогда на сколько им в реальности махать лопатой? На 80? На 80%. Я бы хотела, чтобы Александр Проворников мне дал еще один фломастер. Этот пишет плохо, он мне не нравится. Да, и вам не видно, я это понимаю. Саша, есть? Сейчас мы его покричим. Саша! Да, хорошо, он появится. Вот, а между прочим, тогда результат этой стратегии 20-80-80, опять-таки 20%-ный. Люди, которые выбирают такую стратегию, они только на 20% могут вообще чего-то достичь. Есть другая стратегия. Они сказали, вообще-то убирай, у нас другая стратегия. Вот на 80% отрабатывается событие на плане внутриличностном, и это называется психологическая подготовка. И это используется сегодня при подготовке неуязвимых бойцов, при подготовке спортсменов. И потом в реальности надо махать лопатой? Да, на 20% надо махать лопатой. Но надо прикладывать усилия в 4 раза меньше. Уловили? И тогда на 80% у вас вероятность этого события или шанс повышается. Что из этого я могу вынести? Выводы какие сделать? Вывод номер один. Халявы не будет. Все равно на 20% придется работать. Это раз. Второе. Придется достаточно глубоко отработать внутричностный план. То есть написать программу, поработать с программой, да? Действовать в реальности придется. Жить станет в 4 раза легче. Но, дорогие мои, видите, что результат, который вы таким образом закладываете, 80%ный. Вот почему говорю. Хочешь 100, проси 120. А хочешь 120, проси 200. Ммм? Уловили? Загадаете маленькие мизерные желания, сами с изумлением обнаружите, что они выполняются. Они не выполняются на 100%, на 80%. Поэтому желания, продумайте, большие. Большие, это значит труднодостижимые, высокие цели должны быть намного выше, чем то, что вы сейчас представляете. Александр, мне нужен другой фломастер. Мне этот не нравится. Так, сейчас. О, нашла. Нет, такой же. Ой, ладно. Так, итак, двигаемся дальше. Это первый шаг понятия. Что на самом деле мы просто начинаем работать с вашей внутренней эффективностью. Начнем работает программа. Что она позволяет сделать? Она позволяет сделать вот какую-какую вещь. Значит, если я сейчас изображу человеческую психику, это еще 5 минут и начнем работать, но без этого нельзя. То ее проще всего понять. Модель, которую в свою ревну предложил Фрейд. Вот, и назвал эту моделью айсберг. Вот если я изображу человеческую психику, то есть те программы, по которым работает наш компьютер, человеческий мозг, то это вот приблизительно такая модель. Причем в свободном доступе вот нам только вот этот маленький кусочек айсберга. Мы как бы контактируем только с этой маленькой частью, это сознание. И вот здесь на уровне вот этой маленькой части любим, хотим, ненавидим, понимаем, осознаем, желаем, творим и т.д. и т.п. Все, что мы с вами способны вообще-то понять, принять, выучить, это вот только на этой части, это 4% реальности. А 96% реальности это вот этот огромный, огромный внутренний часть айсберга, о которой, между прочим, помните, там, Титаник разбился не о макушку. А Титаник разбился обо что? О внутреннюю часть, да? Точно так же все человеческие желания разбиваются, умирают вот здесь. Это сфера бессознательного. Причем, если я нарисую такой же второй треугольник рядышком, то вот точно так же, как вот второй айсберг, да, вот у него вторая макушечка. Между этими айсбергами на поверхности воды мы видим вот одна макушечка, вот вторая макушечка. А если мы заглянем вглубь, мы обнаружим, что у этих айсбергов есть общая платформа. Или у нашей с вами психики есть общая внутренняя реальность. Или вспомните, те, у кого есть компьютер, хлопните в надуши, те, кто пользуется интернетом. Вас это не пугает? Не вызывает мистического ужаса, да? Потому что мы написали, в Америке получили. Значит, дорогие мои, точно так же человеческий мозг обладает этой способностью. Он есть у нас, это внутренняя интернет-связь. Если бы я дорисовала все это, да, вот, то здесь бы было более вот внутренний уровень общий. Этот уровень, его еще в свое время Юнг назвал коллективным, бессознательным, да, то, что принадлежит всей группе коллектива. На этом уровне идем очень быстрый информационный обмен. Вот почему это объяснение, что делает эта технология. Вот здесь мы с вами формулируем нашу мечту, наше желание. Дальше. Прописывая программу, мы определенным образом отрабатываем информацию, структурируем ее так, что она может пройти через вот эти пунктиры, а это механизмы защиты. То, что не пропускает информацию на уровень бессознательного, информация опускается, аж вот на этот уровень. На уровень, как бы, общего интернета. И теперь вот то, что уже является структурированным вашим событием, вашим желанием, становится доступно, и об этом знают окружающие люди на бессознательном уровне. Если говорить, из чего складывается поведение человека, на 96% поведение человека обеспечивается работой бессознательного, и только на 4% оно сознательное. Человек, который получил такую информацию, информация по интернет-уровне передалась всем, он начинает вести себя в соответствии с этой информацией. Люди начинают вести себя так, что обеспечивает вам это событие. Те, кто работали с технологией, знаете, это вещь удивительная. Появляется человек, который дает информацию, еще что-то, еще что-то, и событие начинает разворачиваться так быстро. Это такое классное ощущение, такое впечатление, что вас начинает как бы вести, по жизни вести. Сразу хочу сказать, те, кто посмотрели на эту модель, да, во-первых, я сейчас на самом деле ответственность перебрасываю со своих хрупких плеч на ваши. Независимо от того, хотите вы или нет, знаете вы или нет, ребята, это работает, потому что так устроен человеческий мозг. Но некоторые смотрят и думают, ничего себе, я тут захотела и пропустилась. По интернету передалось, а человеческий интернет, он отличается от компьютерного, да, там в компьютере раз, в спамы не пропускают, еще что-то здесь нет. Здесь мозг работает с любой информацией, бессознательно отрабатывает любую информацию. Другое дело, что не каждый он, как бы, поднимает на поверхность, но работает со всем. Так это напоминает насилие над личностью. Нет? Как бы, я тут что-то себе захотел, и окружающие люди начали подстраиваться под меня. Нет? Не на сей? На самом деле, во-первых, как бы, сейчас объясню, но, независимо от того, хотите вы или нет, знаете вы или нет, эти вещи работают именно так. И есть люди, которые влияют на поведение других людей, очень мощно, обладают этой способностью четко формулировать цели. Не желаниями они мыслят, а конкретными целями, конкретными образами. Мозг человека тогда работает в особо импульсном режиме. Но вы знаете, есть одна очень хитрая вещь. Знаете, почему это не насилие над личностью? Почему еще эту технологию называют одной из самых экологичных? Потому что в 80-е годы, 20-го века, американцы, прожив удивительный факт, у них за 4 года, с 82-го по 84-й, увеличилось количество самоубийств, развалов бизнеса, потерь сеней, тяжелейших заболеваний среди очень успешных людей. Практически вот эта прослойка финансово успешных процветающих людей начала, там такое начало твориться. И они вот схватились за голову, что происходит. Когда стали исследовать этот феномен, была открыта очень интересная вещь. Во-первых, было открыто, почему это происходит. С тех пор американцы складывают руки, говорят, ведите свой бизнес, вести свой бизнес надо порядочно, это выгодно. Слышали такое? Вопрос, почему? Ответ очень простой. Исследователи открыли. Вот на самом деле, здесь на интернет-уровне, на уровне, на котором архивируется вся генетическая информация, опыт прошлых поколений, вся-вся информация, которую вы получаете через эту связь с людьми, которые для вас являются отправителями и получателями, вы являетесь для кого, да? Не с каждым человеком у нас эта связь. Но это потом уже будем говорить, что и как. А вот эта информация, она здесь вся существует. Представьте себе, какое количество негатива здесь накоплено, как опыт жизни любого человека. Ведь ваши предки болели, умирали, понимаете, сходили с ума от тяжелейших болезней. Вспомните, что пережила вообще Европа. Там и чума, и инфлюэнция, чего только не было. И спит. И где это все? Почему человечество не сходит с ума и не болеет, а только некоторые отдельные особи, а? А потому что мод, механизм успеха, инстинкт успеха. Потому что вот эти пунктиры, это не просто пунктиры, это механизмы защиты. Вот здесь сознание защищает нашу психику, чтобы мы сюда не лезли, извините, грязными лапами в чужой огород. И ничего здесь не наваляли. Потому что это даже для будущих поколений важно. А вот здесь, извините, более внутренний уровень информационный защищает эту информацию и не поднимает ее наверх. У любого здорового человека с этого уровня наверх реализуется только та информация, которая для него является выгодной, благоприятной и позитивной. И вот бессознательная только ту информацию на уровень поведения пропускает, которая выгодна и благоприятна. Так если вы сюда опустите информацию о том событии, которое вы хотите, чтобы произошло в вашей жизни, ваше желание, да, как среагирует на нее, и рядом с вами начнут реагировать только такие люди, для которых эта информация тоже позитивная возможность. Уловили? И это, кстати, один из очень важных моментов каких, что у здорового человека, какого? Нравственно здорового, соблюдающего законы экологии и этики. И вот почему американцы говорите, ведите свой бизнес порядочно, выживите. Потому что, как только человек нарушает этичность поведения, он претендует на территорию другого человека. Вот эти механизмы защиты ослабевают. И с этого уровня начинает лезть все. И генетические заболевания, и проблемы в поведении, все, что хотите. И другие прочие программы, которые Фрейд назвал разрушительными программами. И вот человек, извините, ушел по скользнулся, упал, пад, троллейбус, там ножка разлила масло. Американцы установили, что ни одна, например, травма и ни одна автомобильная катастрофа не происходит просто так. Это результат вот этого негативного программирования, да, с которым люди не могут работать. Вот почему, например, было доказано и обосновано, почему люди, которые работали с этой технологией, у них с ними не происходили несчастные случаи. Можете себе представить? Не происходили. Потому что сама по себе работа с технологией позволяет вот здесь вот насыть позитивными программами вот эту сферу, которая называется бессознательной, позитивными программами для вас. И последняя, как бы, ответственность. Сама по себе технология. Она ничего не меняет, собственно говоря. Только если ваши желания будут неэтичными, а что такое неэтичные желания? Например, хочу вот эту аппаратуру, неэтичное желание, она кому-то принадлежит. Это неэкологичное желание. Хочу такую же, пожалуйста, сколько хочешь, да? Когда мы говорим, я такое же хочу, сколько хотите, в мире такого же огромное количество. Но как только у вас есть возможность претендовать на чужое, все. Одна из моих знакомых пыталась написать программу, честно позвонила, сказала Ира, я хочу квартиру своих соседей. Севастополь, там, ну, красивое место, недалеко от места усыпальницы адмиралов, вообще квартира, но я эту хочу. Понимаешь, мне бы вот это представлю, что я ее присоединила. Ну, можно, я напишу. А у нее уже опыт работы есть с этим, она знает, как быстро события исполняются. Ну, возможно, я ей сказала, ты помнишь, да, ты помнишь, это неэтичное желание, ты постигаешь на территорию других людей. Так, хочу, я сказала, это твоя ответственность. Она остановилась после того, как у нее начались очень серьезные проблемы со здоровьем. И, между прочим, эти вещи работают именно так. Но, независимо от технологии, понимаете, человек, который имеет неэтичное желание, неэкологичное, он будет потом страдать от этого. сама по себе технология никоим образом, ну, как бы, ничего не делает. Единственное, что она делает, она все события в вашей жизни ускоряет. Вот почему, например, давая в руки вам этот инструмент, я могу сказать, думайте о своих желаниях. Потому что это все ускорит что следствие от неэтичных желаний. Ну, теперь ответственность на вас, да? Самое главное, что я хочу, чтобы вы поняли, что независимо от того, знаете вы или нет, работаете с программой или нет, это работает вот так. Имеете неэтичное желание, получи фашизгранату, как бахнет ни своих, ни немцев. Вот. И, а если вы уж с технологией работаете, то от момента причины до момента следствия время очень быстро сокращается. Да, потому что исполнение желаний сказано в очень древней книге есть древо жизни. В конце расскажу вам историю. А сейчас начнем работать с вами, начнем работать. Значит, во-первых, мы сейчас будем делать первый шаг, писать, писать программу, да, мы будем работать с нашим желанием, будем формировать события, будем переводить конкретную мысль, переводить в конкретный образ, образ события. Вот. И что нам для этого надо? Однажды, однажды вор увидел, как возле стен молился монаха. Монах преклонил колени и о чем-то сосредоточенно молился. Затем вдруг встал, с колен, сделал шаг, прошел в храм прямо через стену и вышел из храма прямо через стену, неся в руках золотой посвечник. Закричал вор, вот что мне надо, вот что мне надо. Если я научусь ходить сквозь стены, так моя профессия станет безопасной. И он прибежал к монаху и стал проситься у него, чтобы он научил его ходить сквозь стены. Зачем тебе это надо, изумился монах? Я столько лет молюсь у стен храма, люди приходят, уходят, но никто не просил меня научить, никто не просился ко мне ученики. Честно, сказал вор. Конечно, сказал монах, я хочу, чтобы ты научил меня ходить сквозь стены. И все, изумился монаху. Да, сказал вор, но для того, чтобы ходить тебе сквозь стены, тебе не нужно ничего. Ты умеешь ходить сквозь стены, это просто, сказал монах, смотри, сделал шаг, прошел сквозь стену, сделал шошаг, вышел сквозь стену. Вор отошел подальше, разбежался, прыгнул на стену и рухнул, как подкоженный. Но, позволяй мне остаться, Закричал вор, доставайся, сказал монах Тебе от него всяческий интерес Каждый день, каждый день для монаха Начинался одним и тем же Когда ты будешь учить меня ходить сквозь стены Но научи меня ходить сквозь стены Почему ты ходишь легко или нет Да смотри, говорил монах, ходить сквозь стены легко Дел шаг, проходил сквозь стены Дел шаг, выходил обратно Чего только не предпринимал вор И с низкого старта, и с высокого, и боком, и задом И головой, и пяткой, и руками Результат был одним и тем же Стена была непробиваемой День за днем он требовал, он плакал, он просил Смирился, он стал просто Присутствовать в жизни монаха Спустя какое-то время они подружились Вору иногда уже казалось, что он даже понимает О чем молится монах Золнывно в своих молитвах И как-то раз утром, когда друзья вместе молились У стен храма, монах поднял глаза И сказал, быстрей, быстрей принеси масло Молитва не может быть прервана И лампадный Сличание может угаснуть Вор скачал с колен, кинулся в храм Сводил масло Кинулся обратно И тут только понял, что он прошел сквозь стену Он сделал шаг, прошел сквозь стену Сделал еще шаг, вышел Как же так закричал он? Как же так закричал он монаху? И ты ничего не учил меня А я сегодня хожу сквозь стены Ой, ну наконец-то, сказал монах Добавляя масло в лампаду Я все время говорил тебе, что для того, чтобы ходить сквозь стены Тебе не нужно ни новых сил, ни новых возможностей Тебе нужно использовать то, что у тебя есть Эту историю, эту метафору рассказывают, когда знакомят люди с этой технологией Вам не нужно ни новых сил, ни новых возможностей Вам нужно только делать Давайте начнем делать Сразу хочу сказать Знаете, зачем мы сегодня все вместе? Это не лекция, это тренинг Потому что наша задача сейчас Проработать всем вместе ваше желание Пусть оно будет абсурдным Пусть оно будет большим Пусть оно будет глупым Не важно каким Материальное желание Отработайте сейчас вместе со мной Здесь есть специфическая особенность Понимаете? Возникнет интернет-связь Сама технология позволяет сделать уникальную вещь Человеческий мозг отличается от компьютера обычного Знаете, чем? Вы купили компьютер Вам нужно подключить его в интернет Человеческий мозг все время включен Как бы наша психика обладает этой интернет-связью Подключение происходит на девятой неделе беременности Когда девятая неделя Когда из-за родыша ребеночек в стадию плода переходит Вот тогда, как установлено, происходит подключение Вот этих внутренних генетических психологических программ И тогда уже начинается этот быстрый обмен интернет-ресурсами С будущим человеком Нам не надо подключаться Но нам нужно получить доступ и связь с этим ресурсом И невозможно это получить никак иначе Как только сделать сейчас вместе всем то, о чем я говорю Вы хотите получить это И чтобы это было легко Имеет смысл потратить время и поработать с этим вместе в группе Записать это как лекцию по принципу А потом я дома сам Не получится Сразу хочу сказать Сейчас мы будем отрабатывать ваши желания Я вам буду давать какие-то задания Сейчас характер моей речи поменяется Я буду птицей-говоруном Я буду дым-дым-дым-дым-дым-дым В определенном ритме В определенном тембре голоса Я буду что-то говорить Немножечко загружая вашу подкорочку Ваша задача Несмотря на то, что я говорю Делать то, что я говорю Действовать, писать Анализировать Вытаскивать из себя слова Я не могу дать вам свои слова и свое понимание Мое смысловое поле Или, как говорят современные исследователи Семантическое поле Поле смыслов Которое заложено в моем бессознательном И в моем сознании Оно отличается от вашего Вот почему программу вы можете составить Только самостоятельно Важна ваша семантическая база Уловили смысловая база Поэтому, пожалуйста Сделайте это Вместе со мной Итак, мы начинаем писать с вами программу Особенность написания программы состоит вот в чем Вот это чистовой вариант программы Это должно быть написано Вот как я здесь пишу Так и вы Выделите себе чистую страницу Совершенно чистую На которой вы будете писать программу А черновик Если вам надо что-то пометить Чтобы не забыли, да? Где-то что-то Черновичок у меня будет вот здесь рядом У вас точно так же должно быть Несмотря на то, что это черновик Потому что Я расскажу, что вы делаете Сейчас мы пишем, естественно, только черновик Потому что мы включаем мозг в синхронную Синергетическую работу Понятие синергии Это понятие совместного Высокоэффективного состояния Которое рождается Если мы одновременно Уполняем какие-то вещи Вот Значит, несмотря на то, что это черновик Но он должен быть оформлен Строго, как я это делаю Вот здесь Это программа А здесь рядышком Вы будете записывать любые пометки Которые вам нужны То есть вам нужно будет две странички Уловили? На одной из них вы будете писать Программу по событию А вторую страничку сделаете черновиком В одном и том же как бы месте Не пишите Уловили? Почему? Потому что компьютерщики знают Если вы пишете, например, программу для компьютера И вы точками там поставили Знаки поменяли Строчки поменяли Компьютер что будет делать? Зависнет Или работать с этой программой не будет Знаете это? Человеческий мозг Тоже вот имеет Такую свою специфику Итак, дорогие мои Ну что ж Начинаем Итак, подумайте Над каким событием Вы хотели бы поработать Ну события разные Я же вам говорю Только здесь есть одна особенность То событие, которое вы будете описывать Оно должно быть конечным Например, человек меня спрашивает Я хочу продать однокомнатную квартиру Купить трехкомнатную улучшенную Продать хрущевку Купить трехкомнатную улучшенную Какое событие? Что мне писать? Продать трехкомнатную квартиру Или купить? Нет Вы должны всегда опираться На конечное событие На конечное, да? Которое вы хотите видеть Как результат Событие, которое вы Сейчас будете описывать Мы его В программе Используем срок 90 дней На 90 дней Это не значит Что событие не может Раньше сформироваться Это не значит Что оно не может Позже сформироваться От чего зависит Реализуется программа И реализуется она у всех Или нет Во-первых Из моей практики И из практики Как бы уже исследователей Которые в этом направлении Работали Такого нет вообще Чтобы программа Не работала Просто нет Она не работает В двух случаях Первый случай Это тогда Когда ваше Бессознательное Оно является Аккумулятором Всех событий Информации Оно как раз Взаимодействует С реальностью Ваше бессознательное Знает Что это желание Будет для вас опасно И исполнение этого То есть это событие Приведет Либо к травме Либо к гибели организма Тогда Это событие Не формируется Но тогда Там четко видно Это полнейший стопор Или Некоторые считают Что событие Разворачивается слабо Будет определенный пункт Я вам покажу Наблюдать за событием Надо с этого пункта Если с этого пункта Исполняются Там мелкие события Это говорит о том Что программа работает Но Чего не хватает А не хватает Вот этой энергетичности Извините Если вы в космическую ракету Зальете бензин 72-й Там Да Или 95-й Она полетит? Нет? Внутри нас тоже есть Такой бензин Понятие психологического тона Хлопните глотуши Кто был на прошлой конференции? Вот Значит вы уже понимаете О чем я говорю Внутренний тон Клеточный тон Способность мозга Активность мозга Это физиологические параметры Работы организма И вот от психологического тона Многое зависит У вас классная продукция Ребята Знаете почему? Потому что она вот этот тон Вот это высокотонное состояние В организме создает Это очень классно Вот Поэтому Как бы здесь у вас Огромнейшие перспективы Особенно для тех Кто эту продукцию употребляет Вот Был в моей практике Такой случай Когда сын моей подруги А я хочу сказать Что самым большим достижением Я считаю Что знаете Когда нет пророка В своем отечестве Да? Самым большим достижением Считаю То что Моя собственная семья Мой ребенок Мой муж Они как бы Знаете Когда моя дочь сказала Такими большими глазами Мама Представляешь Все о чем ты говоришь Правда Такая И классно Ее жизнь стала сказкой Она говорит Мам Слушай А давай Идаль И мне Как бы Раньше ее друзья Подруги Считали только меня Сумасшедшей Они говорят И вам она сумасшедшая И она говорит Да есть немножко А теперь она такая Мам Ты знаешь Меня тоже сумасшедшей считает Я говорю Почему? Она потому что Я там Ты классная Говорю Классная дочь И ты не в своем уме И я не в своем уме Это классно Потому что Очень замечательно Потому что ты умил В своем уме Понимаете? Это можно Это нельзя Это правильно Это неправильно До старости Живи на пенсию Это есть тот самый умный ум Который у вас делает Он вам нравится? Это то Что можно Что нельзя А я говорю Все можно Вот И вот Дети моей подруги Например Хорошие Одной Второй Они тоже эту программу Использовали Например Представьте себе Ребенка мечта Севастополь Все таки провинциальный город Сегодня Согласны? А ребенок мечтает Деть актером Не просто актером Он мечтает поступить В Москву В театральное училище На актерский факультет Ребенок Который никогда Не занимался Нигде Понимаете? И вот У него мечта Как вы думаете? Шансы есть? Есть Я ему сказала Дима Даже не думай Это не горе Твоего ума И не дело Твоего ума Если у тебя Вот здесь внутри Вот там внутри Есть талант Искра Божья То Вот поработать с этим Они ее увидят То есть Увидят люди Искру Понимаешь? Ты пройдешь Пиши программу Димка написал программу Проехал Значит в Москву Щупинг поступает Что такое Сядь из себя И вот звонит оттуда Говорит Дина Юлина Вот нас 23 Осталось человека У нас было 400 человек На место Должны взять одного Из 400 человек Он говорит Ну если я дошел до этого Во мне есть талант Я сказала Дима Конечно в тебе есть талант Из 400 Вас осталось 23 И ты прошел Понимаешь? Он говорит Ну я завтра не пойду На последние конкурсные опоры Я говорю Почему? Мне уже сегодня сказали Я с Украины Я иностранец За мое обучение Надо платить валюту У мамы нет денег Я сказал Дима Запомни Ты получил этот инструмент И если ты сейчас спасуешь То Запомни Дима Никогда больше В твоей жизни Это не сработает Соврала Каюсь Соврала Дочери один раз соврала И ему один раз соврала Сказала Научись проигрывать Научись доходить до конца Как ты можешь И вот А дальше все очень просто Понимаете Когда Димка Прорыдал там полночи Как рассказывала Говорит Звонил Блакал Потому что Что делать А ну нет денег Обычная семья Понимаете Обычная Денег нет И вот он на сцену вышел И приходит Этот Главный режиссер Театра Вахтангова Одинка на сцене И он смотрит И он подходит к комиссию Говорит Вот этого мальчика Я беру себе Представьте себе Да Надо же было Такой случайно Зашел Да И потом комиссия Ему уже прошла неделя Дима знал Что как бы вот Ну денег нет И что делать Этот режиссер Пришел к нему Главный Дима Я сделаю то Чего я не делал Ни для кого Я приглашаю тебя Вот этих актеров В театр Ты будешь работать И за эти деньги Я тебе Выпью общежитие Ты будешь жить В общежитии Будешь работать И будешь оплачивать Себе учебу Сегодня Димка На последнем курсе Снимается в сериалах Работает в Москве Работает в театре Его мечта отбылась Это возможности или нет Если бы он тогда Себе сказал Что это невозможно Этого бы не было Понимаете Если бы тогда Умная мама Которая говорила Дима Ты что сумасшедшая Что у нас в Москве Кому мы нужны Поэтому дорогие мои Выкиньте все соображения Своего ума Но второй пример Хочу привести критический Ребенок прописал программу На поступление в ВУЗ И не хватило им полбала В Днепропетровскую Там нужную академию Не хватило полбала Я сказала Не лезьте туда Почему-то это событие Не формируется Значит это вам не надо Мама дошла возможности Дала деньги Пропихнула его На коммерческий факультет Хотя просила Не делай этого Света Не делай Понимаешь Я настолько Не то что верю в это Мой опыт Ничего хорошего Из этого не будет И в свое время Когда мой ребенок Игрин ребенок Тоже я сказала Нет ты туда не пойдешь Но мама Да ты что Сказала нет Понимаешь Потому что я верю Это божественное проведение В твоей жизни Начинает работать Будет только хуже Но я ее не пустила Потому что был опыт у меня А этого мальчика Мама засунула На втором курсе На уроке физкультуры У него лопнул Желчный пузырь От нагрузок От тяжелейших нагрузок На физкультуре Мальчика вынесли Вперед ногами Естественно Все закончилось Очень трагично Представьте себе Как мне потом Эта мама говорила Что она обо мне думает Почему бы нас не остановило Вот почему я говорю Важно две вещи Доверие Доверие Вам нужно научиться Доверять Вот этому внутреннему Колоссальному ресурсу Проведению Которое живет Ваш К этому невероятному Закону Который заложила В человека Господь Бог И природа Инстинкт Механизм успеха Ему надо научиться Доверять Вот Поэтому Дорогие мои Я вообще-то Заговариваю вам зубы Пытаюсь Как бы сказать Что вы желание придумали Молодцы Итак Какие могут быть желания С чего начинается Написание программы Вот белый лист бумаги Вы берете Белый лист бумаги Не клеточка Не линеечка Не подходит Белый лист бумаги Это белый лист бумаги Сейчас черновик Дома вы будете брать Потом Только белый лист бумаги Что такое белый лист бумаги Ну вот Это какой формат А1 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 Вы берете формат А4 Белый Не желтый Не серый Никакой Да Вот Берете только черный стержень Черную паску Вопрос почему Никакой черной-белой магии Здесь нет Просто Черным по белому Так включается Правое полушарие Головного мозга За этим Только нейрофизиологические Особенности Работы мозга Вы ставите цифру Емскую 1 Ну началось Сейчас она еще писать Не будет Так Не будешь Поставим О Ставите цифру Емскую 1 Видно? Дальше Рядом ставите точку И пишите Я хочу Я хочу Видно? Там я понимаю В конце Слабовато будет видно Ну ничего Я хочу Двоеточек в конце Я хочу Это первый уровень Это первая глагольная форма С которой мы сейчас Начнем формулировать Конкретно цель Я хочу Здесь ниже ставится черточка И это тоже важно Рядом с этой черточкой Сейчас будет записан глагол С которого будет начинаться Наше желание Итак Желание должно начинаться Только с глагола Значит Я хочу Дальше Что может быть? Значит Сейчас я вам проговорю Несколько целей Структурных Чтобы вы их услышали А потом записали Например Если эта цель Как касается бизнеса Например Я хочу Закрыть Первый цикл В бизнесе Компании И в конце срок То есть Когда наше желание Становится Слышимо Нашим подсознанием Когда Во-первых На первом месте Глагол Затем конкретно Что Где или с кем Например И срок И срок в конце Срок в конце Срок в начале Деньги на ветер Уновили? Так Итак На первом месте Глагол Я хочу Закрыть Например Первый цикл В бизнесе И пожалуй Может быть С этим желанием Я здесь и буду Тоже работать Что еще можно Например Я хочу В отношении денег Те кто хотят Сформировать Некое событие Финансовое Я спрашиваю Можно выиграть Я говорю Выигрыш Понимаете Это такая вещь Она связана С очень многими вещами Вот в 19 лет Европейские психологи Отследовали Феномен и фактор везения Кому везет Лотерейный билет И так далее И поэтому Когда я говорю Я говорю Да что ты надеешься По жизни Почему ты ничего Не делаешь За свою жизнь Он говорит Я надеюсь На лотерею Вдруг мне выпадет приз Я тогда честно Думаю У тебя скорее всего Выпадут зубы От ожидания приза Чем-то выпадет приз Потому что Не твое внутреннее состояние Не является состоянием успеха Даже призы Не просто так выпадают Поэтому те Кто надеется Выиграть какую-то сумму денег Сразу хочу сказать Для этого нужно иметь Открытый сектор Который называется Сектор подарков То есть Это надо Особое внутреннее состояние Тоже иметь Ну Можно написать Такое желание Я хочу например Получить Разово если получить Да Дальше сумму Какую Нам приятно Три миллиона гривен Да Ну вот это забава Такой выигрыш Три миллиона гривен И тоже срок К такому-то сроку В отношении денег Только глагол получить Потому что Глагол иметь Это использовать Я тебя поимел Я тебя использую Да Если вы напишите Я хочу иметь Например Там пять тысяч Ежемесячно Пять тысяч Я хочу иметь Ежемесячно Например Пять тысяч долларов Начиная с такого-то срока То это будет означать Что вы хотите их тратить И тогда Извините Вам придется Находить источники Да Самостоятельно Откуда вы их будете тратить Вообще-то Работая с этим Вы увидите Как человеческое сознание Полностью определяет Все стороны Аспекты его жизни Итак С каким желанием Будем работать Значит Если Касается квартиры Да Вот конечное событие Человек говорит Ну я трехкомнатную Купить хочу Эту продать хочу Что ты хочешь Жить хочу в своей Трехкомнатной квартире Лучной планировки Так и пиши Я хочу жить Да Мои Трехкомнатной Квартире Нам улучшенной Планировки По адресу Такому-то Можно Или в таком-то Микрорайоне Адрес точно Лучше не указать Конечно В таком-то Микрорайоне А дальше Срок в конце С такого-то Срока Слышите Как формулируется Желание Да Переводится В структуру Цели Уловили Итак Глагол на первом месте Глагол Дальше Что конкретно Дальше Где и с кем И срок Срок Исходя из того Что вот Это такова Структура цели Мы с вами Записываем здесь Желание Я хочу Например Закрыть Закрыть Первый цикл В бизнесе Сокращать Ничего нельзя Я могу сокращать Это черновик В чистовике Ничего сокращать нельзя Я хочу Закрыть Первый цикл В бизнесе И срок К И сегодня у нас Какое число Месяц Марк Да Апрель Май Июнь Июнь Август Апрель Май Июнь Значит это будет К Девятого Мая К Девятого Июня К Девятому Ноль шестому Две тысячи восьмого Обратите внимание Дата пишется Вот каким образом Уловили? Цифрами Если это касается денег Или например Я хочу У вас В чем вы сменяется Товарооборот? В единице Да? А? Бал Бал Вот Если вы например хотите Создать какой-то Товарооборот Месяц Да То есть я хочу Вот здесь можно иметь Товарооборот То есть использовать его Это значит развивать его Я здесь напишу еще одно желание На самом деле здесь записывается Только одно событие Самое главное Самое важное Здесь я запишу еще одно Например Иметь 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 Товарооборот Да? Товарооборот Сколько-то там баллов Сколько баллов берем В месяц? Чего? Сколько? Сколько? 25 баллов 25 баллов? Это много? Только две с половиной тысячи В месяц Так? Две с половиной тысячи 25 баллов? 150 баллов 150 баллов Вот эту вот реакцию Вам и нужно у себя вызвать Это нереально А я говорю вам Конечно Потому что на самом деле Даже ввиду того Что есть инерция Есть сопротивление Будет не 150 А будет 100 Понимаете? Вот Вот это и должно быть Почему? А? Потому что иметь Это использовать Только в отношении Денег иметь нельзя А в отношении Ну там Иметь уровень Можно Это значит развивать Его использовать Иметь товарооборот Это значит использовать Его и развивать И обратите внимание Видите Вот цифрами пишется 150 баллов Да? Если это деньги Деньги То пишутся тоже цифры Например Пять тысяч Пять тысяч там Долларов Пожалуйста Смысл какой? Каждое слово Является одной Единицей информации Ваше событие Которое здесь прописано Должно включать в себя Максимум 11 единиц информации Лучше всего 9 Считаем Предлоги частицы Не входят Закрыть Раз Первый цикл Но лучше написать Словом первый И цикл Это 2 3 В бизнесе 4 И к Срок 5 Вот это событие Записано Пятию единицами информации Краткость Сестра таланта Особенно те У кого есть Церебральные проблемы Различные Да? Нужно помнить Что это должно быть кратко Если вы например Напишите Пять тысяч Это будет уже Два Две единицы Две смысловые единицы Да? И протащить Может быть На уровень Бессознательного Это будет тяжелее Уловили? Почему так? Так? Так Или я хочу Иметь Уровень 21 Так? В бизнесе К такому-то сроку Пожалуйста 21 Писайте цифры Итак Все записали желание Вам как образец Надо записать желание Просто слушать это нельзя Ну в смысле Можно Но тогда ничего не получите Как образец Запишите желание И отработайте его Вместе с со мной Вытягивая С своего внутреннего Какие-то слова Фразы И мысли Итак Запишите то желание Которое у вас есть Я бы хотела Чтобы это касалось Бизнеса Может быть Может быть Финансовых возможностей Каких-то ваших Да Я хочу там Получать Ежемесячно Дальше Сумма цифра идет С такого-то срока Эту сумму денег Да В бизнесе Или как Получать ежемесячный доход Например Такую-то сумму И с такого-то срока Получать ежемесячный доход Тоже достойная цель Удивительным образом Я знаю Девушек Которые так увеличили доход Мужам Два с половиной раза Так Есть? Итак Желание События Описали? Обратите внимание Это должно быть Очень конкретно И только одно Итак Что здесь может быть Я хочу Например Получать Доход Ежемесячный Например Пять тысяч долларов С Девятого Ноль шестого Двух тысячи Возьмого Либо К Либо С Значения не имеет Клонники в ладоши Кто не записал Все Я буду двигаться дальше Да? Потому что Мы ждать всех не можем Готовы? Двигаемся дальше Цифра лимская 2 Цифра лимская 2 Точка И следующая глагольная форма Я имею Я имею Это уже незначимо Все что значимо Я буду говорить Я имею двоеточие Я имею Это уровень На котором мы сейчас Будем с вами Определять ресурс Для события Даже Ваш жизненный опыт Говорит простую вещь Если вы хотите Сделать ремонт В квартире своей Нужно купить обои Краску Линолеум И так далее Потом приглашать строителей Из ресурса Будет делаться ремонт Так и здесь Что у нас сейчас Будет происходить Значит я имею Это где-то на черновике Можете записать себе Ресурс Который есть Сейчас Вот здесь на черновичке Там где вы Как бы объясняете Ресурс который есть Какой ресурс есть Для чего Вот для этого первого события Если событие у нас касается бизнеса То нам нужно определить ресурс Который есть Для того чтобы это событие Произошло Если это событие Которое мы С которым мы работаем Касается например Покупки квартиры Там или машины Я не знаю Или обмена То нам нужно будет ресурс Который касается Именно этого события Здесь мы определяем ресурс Который нужен для события. Как этот ресурс записывается? Здесь ставятся черточки тоже. И ниже, рядом с этими черточками, сейчас будет записываться ресурс. Черточек здесь. Сначала мы будем с вами записывать так называемый личностно-духовный ресурс. Потому что человек существо духовное. И здесь мы сначала вот количество этого ресурса личностно-духовного должно быть от трех до семи. То есть не меньше трех привода написать здесь. А дома можно будет добавить до семи. Что такое личностно-духовный ресурс? Задайте себе вопрос. Какие качества личности у вас есть, на которые вы опираетесь? Что такое у вас сильного внутреннего действия? Я точно знаю, что я целеустремленная. Это мой личностно-духовный ресурс, на который я могу опереться. Поэтому я могу здесь написать, я имею целеустремленность. Я точно знаю, я коммуникабельная, мне пообщаться хлебом не кормить. А у вас, что у вас есть как личностно-духовный ресурс, который может в этом событии вам пригодиться? Вы задаете первую базовую программу для вашего бессознательного, из чего можно это сформировать. Значит, здесь можно, например, если бы я писала о себе, да, а вам надо писать о себе, то я точно знаю, что я имею целеустремленность. Я так и пишу. Я имею еще коммуникабельность. Спрашиваю, а вера это Иисус или нет? Конечно, Иисус. Я имею уверенность в себе и в том, что мир помогает мне и так далее. И вот вам сейчас нужно записать три таких личностно-духовных ресурса, на которые вы можете обидеться. И запомните, что напишете, то в первую очередь и будет вовлекаться в процесс создания и формирования. Человек написал, я имею терпение, да, я имею черточка терпения. И я ей говорю, слушай, а зачем тебе нужно было, чтобы 90 дней жизнь тебя имела по поводу терпения? Вы же понимаете, соображайте, что напишете, то в первую очередь и будет задействовано. Поэтому, конечно, писать надо позитивно. Или, задайте себе вопрос, писать надо, по крайней мере, то, что не создает у вас психологического труда. Что вам легко делать? Так же легко, как дышать. Понимаете? А если терпение она проявляет и терпит, и при этом есть трудности, при этом она страдает от того, что ей приходится терпеть, она еще терпение пишет как Иисус. Я говорю, понимаешь, что ты на протяжении 90 дней, тебя жизнь будет учить, чему? Терпеть. И будет создавать такие ситуации, когда будет нужно терпение для того, чтобы это было сформировано. Поэтому обратите внимание, ресурс записали. Дальше продолжаем ставить черточки тут же, ниже, но записывать уже будем не личностно-духовный ресурс, а материальный или ресурс реальности. Какие источники есть в реальности для совершения вот этого события? И это не значит, что вы их используете. Они есть, но вы можете их еще и не использовать. Например, человек пишет программу, я хочу жить в своей там трехкомнатной квартире с такого-то, такого-то срока. Какие источники реальности есть? Есть, я имею возможность дать объявление в газету о продаже моих на комнатной квартире, да? Возможность получить выгодное предложение друзей, знакомых. Так? Да. Я имею возможность заключить договор с риелтором. Уловили? Это не значит, что человек это сделал сейчас. Но такие возможности в окружающей реальности, они есть. И здесь вы как-то предоставляете источники этого события. Какие источники для того, чтобы закрыть первый цикл бизнеса у вас есть? Что вы имеете? Ну очень просто. Вы имеете спонсорскую поддержку. Да. И вот здесь чего нельзя писать? Я имею, например, спонсоров. Ребята, звучит, да? Правильно? Правильно? Нельзя. Обязательно поссоритесь с людьми. Нельзя указывать конкретных имен и фамилий. Там я имею, например, бизнес-партнеру Васю Машу. Обязательно поссоритесь с Васей и с Машей. Потому что если вы бессознательно чувствуете, что вас хотят поиметь, что вы будете делать? Вы будете сопротивляться, конфликтовать по этому? Здесь нельзя указывать реальных людей. Это претензии на личностную территорию человека. Вы можете написать, я имею поддержку спонсорской линии. Я имею поддержку, например, обучения, да? Обучения в структуре. Я имею возможность посещать тренинги, семинары. Я имею вот новый каталог. Вы можете иметь новый каталог? Конечно. Это материальный объект, который можно использовать для того, чтобы у вас бизнес развивался. Я имею прибор, прекрасный, уникальный, да? Который работает. Я имею лекции. Так? Лекции имеете? Обучающие, конечно, имеете. Вот. И здесь это то, те материальные источники, с которыми будет формироваться это событие. Дальше. Я имею возможность, что? Помогать, поддерживать моих клиентов. Так? Я имею ключевых партнеров в бизнесе. То есть людей, как на которых я могу опираться, не просто как на потребителей, а как на людей, которые делают вместе со мной этот бизнес. Развивают его. Уловили? Так. Записали? Значит, здесь. А теперь смотрите еще один момент. У нас сначала записаны личностно-духовные источники, потом материальные источники. Количество личностно-духовных от трех до семи. Количество материальных тоже от трех до семи. И если потом, когда вы написали программу, вы просмотрите, у вас количество личностно-духовных должно приблизительно совпадать с количеством личностно-материальных. То есть такого не может быть, что я уверен. Целеструюленность, коммуникабельность, уверенность, радость, готовность действовать, поддержку там. И такой каталог. Каталог. Или прибор, что вошли. Один, единственный в конце, да? И от этого хочу вот это вот событие получить. Нет. Вам нужно уравновесить и материальные личностно-духовные источники, чтобы приблизительно их было поровну. Поэтому если здесь у вас материальных получилось больше, ищите больше личностного ресурса. Предлагаете больше, да? Уравновешивайте. Нет личностно-духовных источников у вас, мало их. И материальные выбирайте самые главные. Уловили? Двигаемся дальше? Итак, второй пункт. Это ресурс, да? Дальше. Цифра лимская 3. Цифра лимская 3. Пишем. Цифра лимская 3. Понимаю, что видно плохо. Точка. И рядом с цифрой лимской 3. Пишем. Я получу. Я получу. Я получу. Получу. Два и точка. И опять-таки, ниже будут написаны черточки. И первоначально. Что такое я получу? Получу это выгоды. Выгоды. Представьте себе, что вот к этому сроку это событие произошло. То есть оно реализовалось. Вы это получили. Какие выгоды вы получите от того, что это событие в вашей жизни произошло? Уловили? И сначала выгоды, которые нужно определить. Это личностно-духовные выгоды. Человек, существо духовное. Духовное. Личностно-духовные выгоды. Какие личностно-духовные выгоды вы получите, если к этому числу вот это событие реализуется? Ну что можно получить? Какие личностно-духовные выгоды внутри себя? Я получу. Уважение в глазах окружающих людей. Так? Веру в то, что я могу это делать. Опыт, умение. Строить бизнес. Организовывать это. Я получу. Уважение в глазах моих родных и близких. Я получу удовлетворение своих амбиций. Так? Радость. Уверенность в своих собственных силах. Черточка. Я получу. Уверенность в своих собственных силах. Черточка. Я получу. Радость от достижения желаемого. Так? Что еще можно? Я не знаю, что получите. Вы задайте себе вопрос. Если вспомнится вот это желание, ваше событие развернется так, как вы хотите. Какой духовный, личностный потенциал это событие принесет к вам? И если не можете ответить на этот вопрос, плюйте на это событие. Оно никогда не исполнится. Искать надо ответы на эти вопросы. Дальше, ниже, снова черточки. Опять-таки, какое количество вот этих вот личностно-духовных выгод должно быть? От трех до семи. И ниже будут идти выгоды материальные. Что такое материальные выгоды? Исполнилось вот это событие. Вы закрыли первый цикл. Вот к этому сроку. Что вам это даст на материальном плане? Да? Если закончилась, например, этот черновик. Да? Я его беру, потому что будут без черновика работать. Ой. Если закончилась страничка, можете смело переходить на вторую. Какие материальные выгоды? Черточка. Вот здесь надо ответить на материальные выгоды. Например, какие-то финансовые возможности это вам принесет. Но конкретно какие и когда? Вот здесь, внимание, здесь в материальных выгодах обязательно должен быть указан срок. Когда? И срок, естественно, сначала вот это событие исполнится, да? А потом эти материальные возможности получите после 9 июня у нас. Поэтому, например, если я считаю, что мне это принесет какие-то финансовые доходы, да? А я какую выгоду получу? Ну, например, я получу возможность купить новый холодильник и срок. Когда? Ну, например, 15 июня, 15 июня 2008 года. Уловили? Значит, здесь пишется, и еще обратите внимание, что выгоды материальные можно писать в двух аспектах. Например, я получу поездку в Китай. Да, если, например, положена поездка в Китай и хочется поехать. И вы знаете срок. Я получу, например, поездку в Китай, ну, например, в августе 2008 года. Обязательно срок должен быть. Это если вы точно знаете, что есть поездка в Китай, и вы согласны. Можно здесь выгоды писать, либо возможность этого, либо сам факт. Например, я получу, можно написать, я получу новый холодильник к 15 июня 2008 года. А можно написать, я получу возможность купить новый холодильник. Что лучше? Ну, понимаете, холодильник, в том случае холодильник нужен, да? Вообще, на самом деле, нужно понимать разницу. Когда вы говорите вот это безапелляционно, как факт, я получу там новый холодильник, новую кофточку, поездку туда-то. Это все равно произойдет, потому что вы даете четкую, конкретную программу. Чего только по этому поводу не было. Каких только смешных историй не было. Человек, который семейная пара прописывала там на уровень бизнеса, потом один холодильник, второй там про машину ремонт. Да? А новый холодильник, она звонит, и говорит, мы все равно получили новый холодильник, прилипосмотрение. Когда на Новый год пробила ракета, стекло, влетела, пробила холодильник, и там полетала. Я приходила, смотрела на этот ужас. Синят за стол, а представляете, там все, что там вообще, ужас какой был. Вот. То есть вы не мытьем так как-то не получите. И это не потому, что вы так написали, а потому что вы так думаете. Уловили? Поэтому, когда вы пишите слово «возможность», но купить новый холодильник, это свобода выбора. Если вы не знаете, куда вы потратите деньги, лучше оставлять себе свободу. Понимаете, можно писать, я получу возможность купить новый холодильник, замечательно. То ли покуплю, то ли не куплю, свобода осталась. Но если напишите, я получу новый холодильник, а деньги потратите куда-то в другое место, то будете все равно купить холодильник, не мытьем так как-то нем. Это точно, это будет настолько правильно. И прочтите, что вы пишите. Знаете, как человек написал, я получу новые зубы. А что, смешно, да? Догадались, куда делись? А он их получил. Догадались, куда старые делись? Да? Ага. И вообще курьезов очень много. На самом деле, таких смешных женщин активен, она написала, я получу новый потолок. Звонит мне в сентябре, вам смешно. Они только купили, получили премию финансовую в бизнесе, купили на нее мебель. Зашли домой, это многоэтажный дом, а потолок бетонный отделился и полностью упал. И представьте себе, что даже люди, которые занимаются этим, говорят, вот так ободрать от бетонной плиты нужен какой-то специальный инструмент. Ничего наверху не происходило, просто вот это все и жизнь. Они были в ужасе. А что, получил новый потолок? Получил. Кто так думает, Иван Иванович? Понимаете? Кто так думает, получу новые зубы? А что такое, получу новое зрение? Да. Понимаете, самое главное, что вот, как бы, человек, который... Это не значит, что, когда вы работаете с этим, вы создаете возможность каких-то негативных последствий. Знаете почему? Даже не работая с этим, вы так думаете. Вы так думаете, и это проблема. А вообще, я открывала этот секрет. Я получу новые зубы, это написала я. Вам смешно. И только тогда, когда в день, когда у моей спиранки, вот, я должна была икать, и у моей спиранки защита диссертация, если кто-то когда-нибудь защищал диссертацию, знает, что это определенный этап в жизни. Это очень серьезно. А если не приезжает научный руководитель, то защита может и не состояться вообще, представляете? И в маршрутке, как всегда, читаю, риска тормозит маршрутка. Я клацаю с передними зубами металлическую эту самую, вылетаю, просто зубы раскалываются перед ней, вылетают. Я в ужасе. У меня в 6 часов поезд, час в дня, ничего не понял. Я говорю, когда я приношусь к своему стоматологу, она делает легенд и говорит мне, Ирочка, как вам удачные зубы выпили? Ой, как вам замечательно зубки выпили. Ой, как здорово вам выпили зубы. Как замечательно, у них какие-то смещения там нет. Я вообще не понимаю. Она говорит, как прекрасно у вас выпили зубы. Я сижу на стоматологическом кресле и облываю, думаю, вы слышали что-нибудь подобное? Как замечательно у вас переехала трамваем. И когда я уже принеслась домой, я подняла ворох программ. Ха-ха-ха, Иван Иванович, конечно. Это дело в марте, в сентябрьской программе. Я получу новые зубы. Василенка получила радость. А дальше не думайте, что это мои. Это реставрация. Но ум, понимаете? Не думайте так, потому что никогда. Это хорошо, что я подняла и я поняла. Обычно человек эти вещи не связывает. Он не видит причину событий в его жизни. А вот поработав с программами, вы получите такой уникальный опыт. Особенно, когда, знаете, вот событие начинает развиваться медленно. Вот оно за полгода где-то формируется, развивается. Человек видит, что оно формируется, формируется. И потом разу девочка, например, ради интереса, ради шутки написала, что хочет жить в Ялте, квартиру там хочет иметь. И через полтора года позвонила, смеется, говорит, ты, а ты знаешь, что так развернулась, что он покупает квартиру в Ялте. Я говорю, так смеюсь. Муж там, представляешь, говорит, ну все. И когда человек начинает видеть, каким образом это все в его жизни происходит, у него появляется величайшая ответственность за самый главный инструмент судьбы. Слово. Потому что Нобелевская премия в 1996 году дана Карлу Прайбраму и Дэвису Буму за то, что они доказали, что человеческий мозг программируется, перепрограммируется словами. Сначала было слово. Слово является уникальным инструментом. Это вибрация. Оно взаимодействует с мозгом определенным образом, создавая определенную активность и пассивность, и болезнь, и здоровье, и все, что хотите. Так что будьте внимательны к словам. А это позволит вам стать грамотным, грамотным. Знаете кем? Не пользователем компьютера, а грамотным программистом в своей жизни. Я думаю, что вы написали, я получу, да? Есть цифра Лимская 4. Обратите внимание, в материальных выгодах есть сроки, везде указаны сроки, в материальных выгодах. Я получу там, если новый холодильник, то какому сроку? Если поезд после китай, то какому сроку? Если возможность там, получается, пить продукцию, то начиная с какого срока вы получите возможность пропить какой-то комплекс или пройти какое-то лечение, то с какого срока? Понятно? Обязательно срок. Цифра Лимская 4. Мне надо. Мне надо. Мне надо. Пожалуй, один из сложных пунктов и ответственных. Мне надо двоеточие. Теперь характер написания программы несколько меняется. Осталось два пункта, там уже будет полегче. Потому что написать программу – это самое сложное. Нужно вытащить свой личностный опыт и продумать это. Причем так вы никогда не думаете. Причем если у кого-то возникла головная боль, тяжесть... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова